Сегодня ночью на 73-м году жизни скончалась народная артистка СССР Ирина Акулова. Известная актриса 70-80-х годов оставила незабываемый след в истории советского кинематографа. Одним из ее самых ярких образов была роль Алевтины в легендарном фильме «Экипаж», который стал поистине культовым для многих поколений зрителей. Хотя Ирина Акулова пользовалась значительной популярностью, благодаря своему таланту и привлекательности, в последующие годы ее появления на экранах стали все более редкими. Она постепенно уходила из активной кинематографической деятельности, предпочитая изредка появляться лишь в телевизионных шоу. Ирина Акулова начала свой путь в мире кино с небольшой роли в киноповести «Офицер запаса», что стало ее дебютом на большом экране. Однако ее талант был замечен, и вскоре она стала регулярно участвовать в съемках, предстоящим зрителям в образе главных героинь. В 1974 году Ирина сыграла Веру Королеву в киноэпопее «Блокада», что принесло ей признание критиков за выдающуюся игру. Спустя два года Владимир Меньшов пригласил ее принять участие в социальной драме «Розыгрыш», ставшей лидером проката в СССР, и удостоенной премии «Алая гвоздика». Мелодрама «Если я полюблю» и роль главной героини в ней также принесли Ирине славу и признание. В этом фильме ее партнерами на съемочной площадке стали Валентина Панина, Николай Харитонов и Роман Громадский. Однако особую любовь и признание зрителей Акулова получила благодаря фильму «Экипаж режиссера Александра Миты». Несмотря на неудобства, связанные с режиссерским подходом Миты, Акулова воплотила образ Алевтины настолько выразительно, что стала неотъемлемой частью советского кинематографа. После премьеры «Экипажа» Ирина Акулова оказалась на пике своей популярности, и ее кинокарьера продолжала расцветать. В то время как она продолжала участвовать в новых проектах, она также начала заниматься озвучиванием персонажей в зарубежных фильмах, таких как «Интервью с вампиром» и «Полицейская академия». Со временем озвучивание стало основной сферой ее творчества, и, наконец, Ирина Акулова решила завершить свою актерскую карьеру. Последней лентой в ее богатой фильмографии стала приключенческая картина «Отряд D», где она исполнила второстепенную роль врача. Этот проект стал достойным завершением ее кинематографической пути, а ее вклад в искусство кино останется навсегда, в памяти поклонников. Долгое время после завершения актерской карьеры Ирина Акулова оставалась желанной гостей на телевидении. Она делилась воспоминаниями о прошлом, показывала старые фотографии, давала интервью. В 2020 году она стала участницей программы «Прямой эфир», где получила от создателей шоу «Незабываемый подарок» — ремонт спальни в своем доме. Это стала инициативой мать Бориса Корчевникова, Ирины Леонидовны, которая была обеспокоена благосостоянием актрисы. В 2021 году, в честь своего юбилея, Ирина Акулова появилась на программе Андрея Малахова «Прямой эфир». В этом выпуске она вспомнила свою молодость, съемки в экипаже и своих бывших возлюбленных. В рамках этой программы ей была сделана необычная прогулка с молодым поклонником по имени Армеля Вакандота и посещение пластического хирурга. После того, как Ирина решила бросить пить, она задумалась об улучшении своей внешности. Ирина Акулова выходила замуж трижды, но ни в одном из браков не обрела семейного счастья. Ее первым мужем стал Вячеслав Жолобов, с которым они встретились еще в университете. Однако их брак закончился предательством со стороны мужа. Вторым мужем стал Петр Смедович, но их семейная жизнь была наполнена конфликтами и неудачами. После развода Ирина встретила Николая Пузырева, с которым также не смогла обрести счастье. После завершения карьеры актриса переехала в Кинишму, где проводила свои дни в одиночестве. Ее единственный сын, Дмитрий, редко общался с ней. Она также пыталась наладить отношения с другими мужчинами, но неизменно сталкивалась с разочарованиями. Жизнь Ирины Акуловой стала трагичной, после смерти ее последнего возлюбленного, Юрия. Она осталась одна, заботясь о себе и своем здоровье в условиях, когда жизнь потеряла свой смысл. Оставшись в одиночестве, Ирина Акулова продолжала свою жизнь в изоляции. После трагической гибели Юрия, она столкнулась с глубокой депрессией и чувством потери, которые еще больше усугубили ее проблемы с алкоголем. Время от времени она делала попытки, наладить свою жизнь и найти смысл в существовании. Она ухаживала за огородом, шила и занималась домашними делами, но внутреннее одиночество и боль продолжали мучить ее. С каждым годом состояние здоровья Ирины ухудшалось. После травмы и сломанной ноги она стала еще более ограниченной в движении, что усилило ее чувство бессмысленности и изоляции. Ее сын, Дмитрий, живший отдельно и ведущий свою семейную жизнь, редко общался с ней, оставляя Ирину с ее мыслями и воспоминаниями. Несмотря на все трудности, Ирина Акулова оставалась легендой в истории отечественного кино. Ее талант и яркие роли запомнятся поколением зрителей, а ее личная жизнь, полное испытание и борьбы, останется в памяти как пример силы и выносливости. В окружении своих домашних любимцев, в окружении воспоминаний о своей звездной карьере и сложной жизни, Ирина Акулова провела свои последние дни, оставаясь в памяти многих как великая актриса и сильная женщина. Ирина Григорьевна родилась 8 июня 1951 года в городе, в Кинишме Ивановской области. Ее родители были артистами, поэтому с самого раннего детства она была окружена миром театра и искусства. Ее детство прошло в постоянных разъездах по Советскому Союзу, где ее родители выступали. Несмотря на профессиональное окружение, будущая актриса изначально не решилась следовать по стопам родителей. Однако после просмотра фильма «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко, она внезапно почувствовала желание сниматься в кино. После окончания школы Ирина отправилась в Москву, чтобы поступить в театральный вуз. Ее родители не поддерживали ее в этом решении, зная, как много амбициозных артистов стремились закрепиться в столице. Однако Ирина верила в свои силы и успешно поступила в школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Павла Масальского. Во время учебы в МХАТе Ирина проявила себя как талантливая актриса, способная ярко демонстрировать эмоции. Ее умение выражать чувства на сцене порой было настолько ярким, что однокурсники прозвали ее клизмой. В будущем этот дар ей помогал неоднократно на съемочной площадке. Ее официальный дебют на сцене состоялся в 1971 году, когда ее предшественницу в роли было забраковано, и ее заменили. Она стала партнером Константина Райкина, и их совместная игра вызвала восторг у зрителей и критиков. После успешного дебюта Ирина продолжала активно играть на сцене, участвовать в различных спектаклях, среди которых были произведения Максима Горького и Михаила Булгакова. Она также сыграла роль Нины Заречной в «Чайке» Антона Чехова. Однако ее путь в МХАТе не был безоблачным. Случившийся раздел театра привел к тому, что Ирина оказалась под руководством Татьяны Дорониной, что не сразу складывалось удачно. Наконец в 1993 году Ирина решила уйти из МХАТа, завершив свой путь на одной из самых престижных сцен страны. После ухода из МХАТа Ирина Акулова продолжила свою актерскую деятельность в других театрах и на экране. Она сыграла роли в различных театральных постановках и телевизионных проектах, продолжая завоевывать восхищение зрителей своим талантом и страстью к актерскому искусству. Ее театральная карьера продолжала развиваться, и она с успехом играла в разнообразных спектаклях различных театров Москвы. Ее талант и профессионализм позволили ей сохранить свое место среди великих актеров своего времени. Однако с течением времени Ирина стала все реже появляться на сцене, отдавая предпочтение телевизионным проектам и кинематографу. Ее последние работы были признаны зрителями и критиками, однако она постепенно уходила из публичной жизни. Спустя годы Ирина Акулова прожила свою жизнь вдали от сцены и камер. Она нашла свое счастье в простых радостях жизни и воспоминаниях о своих ярких моментах в кино и театре. Ее легендарные роли останутся в памяти поклонников и будут продолжать вдохновлять новые поколения актеров. Ирина Акулова ушла из жизни, оставив после себя наследие в истории отечественной культуры. Ее талант, страсть и преданность искусству навсегда останутся в сердцах тех, кто ценил ее как актрису и как человека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!